Я с удовольствием смотрю и учусь Разглядывая царскую уковку Те вот ржавые, убогие Фрагменты там Козырьков у нас в Ленинграде В Петербурге Ворот, которые остались Ну Сейчас, к счастью, что-то реставрируется Вот Но я знал И, конечно, сердце кровью обливалось Моменты, когда, например Вот эти вот козырьки просто спиливались К чертову матери и резались Ну, на металл там Ну, они же ржавые, ну кому надо? Орезал Вася, урод Пьяница Газарейщик Ему тоже наплевать на все Отдавал ему приказ Начальник ЖЭКа Тоже, как бы, человек не особо далекий История не причастна Да, к искусству Да и вообще ни к чему не причастна К жизни не причастна И вот такие вот люди, конечно, меня Меня даже не злят, они меня удивляют Не на своем месте люди сидят Я считаю, что всего умерила совесть Есть такой природный червь в человеке Когда, ну вот, засыпаешь и понимаешь Что вот, что-то ты накосячил Плохое ты сделал Вот это вот совесть говорит И когда засыпаешь спокойно Без совести чиста Тогда, конечно, очень хорошо Конечно, нельзя быть бессердечным Думать только о себе Вот Но иногда Не всегда получается Думаешь Думаешь о себе О последствиях Я считаю, что Мы созданы по образу Божию По одной простой причине Потому что мы можем творить Мы что-то можем Изготавливать Мы что-то можем Осуществлять Какие-то замыслы Вот, например, родился замысл Сделал кинжал Я его сделал Он получился у меня таким Каким я его замыслил Этим мы По сути дела Своим творением Мы претендуем на некоторую Ну, даже не бессмертие А на Более долгую жизнь Чем мы проживаем Ну Наши вещи обычно переживают нас Так уж получается Вот И когда Даже там Даже ни наши дети Ни внуки Я вполне допускаю То, что Семья не без урода Родится там Какой-нибудь там Правнук-наркоман Он снесет это все Как бы в комиссионку Но, тем не менее Вещи и останутся И человек Понимающий И знающий толк В искусстве Он возьмет, например Например, даже не мою Какую-то вот вещь И скажет Хороший человек взял Вот знал же Вот там Вещь древняя А он знал же и толку Как бы в прекрасном Вот И это, наверное, здорово Это Вот в этой вещи Остается мастер Если у человека есть талант И он Его раскрывает И не ленится То он и добивается Высокого положения Вот Я нисколько не ревную Там, например К более старшим товарищам Которые больше В жизни достигли Мне интересно Делать Сейчас, по крайней мере Мне интересно Делать вещи из металла Мне интересно Экспериментировать И это, наверное, Все, что мне интересно Я учусь А пока человек Учится Он растет И у него есть шанс Приехали мы как-то на ролевое мероприятие Проводится оно По заведенному обучиву в лесу Встали Далеко от народа Костер развели Тут мимо Идет классический ролевик Мы ему, значит, говорим Милейший говорим У нас здесь Родился теологический диспут Да-да-да Чем я могу помочь? Я говорю Вот смотри Вот кандалы Что это такое? Напоминаю Это действие происходит в лесу Далеко от властей Далеко от милиции Далеко от людей Вот эти кандалы Это наши грехи Вот Ну давай мы Тебе наденем их Там на руки Или на ноги Он говорит Да-да-да На ноги На ноги И начинает сам закручивать их себе на ноги Мой товарищ Открывает эту клетку И говорит Вот смотри Вот эта клетка Да, это вместилище Вот тут есть камни Вот это камень самонадеянности Вот Давай мы их туда положим Это что камень? Это глупости камень, да? Там Необразованности камень Там Жадности камень Там Идиотизма Вот Загрузил значит полную клетку этих камней Закрыл ее Вот тут завинтил Говорит И что дальше? Я говорю Дальше мы лопату тебе дадим Вот он принимает Нашу лопату Говорит А дальше что? Я говорю Ну дальше копай себе Яму Что дальше? Яму себе копай Он говорит Зачем? Я говорю Ну потому что ты наш раб Все Ты в лесу Ты как бы Ты же должен понимать Да? Он говорит А что вы со мной сделаете? Я говорю Ну Я говорю Что угодно с тобой сделаю Он говорит А я закричу А я говорю Кричи Кричи То никто сюда не придет И вот тогда этот дурак понял Что он сделал Но было поздно Он даже не закричал Он наверное сделал то Что наверное сделал бы и я бы Если бы оказался в такой ситуации Он сел и заплакал Он сел и заплакал И давай слезы Значит эти мазать Вот Процесс разговора выясняется Что он окончил Высшее учебное заведение Он инженер У него должны в голове рождаться И там компоноваться Причинно-следственные связи Он должен прекрасно понимать Что он делает Зачем он делает А он как в сказочной стране Как бы находится Он как бы Он не понимает Что сейчас может быть Но он же в первую очередь человек Нельзя же Он видит двух каких-то сумрачных людей Которые сидят у костра Трех сумрачных людей От которых По внешнему виду Ждать особо хорошего Это не надо Он накрутился на ноги Зачем-то кандалы Он забил их камнями И он такой радостный А что же теперь Он конечно поплакал Мы ему кинули ключи Развязывайся Дурак Угощайся шашлыком И вот нам интересно Зачем ты это все сделал У нас такой социальный Такой эксперимент Говорит А я вот как-то не думал Об этом И вот к сожалению Вот возвращаясь Как раз К моменту О том Почему там люди Например Врезгуют И не понимают Значимости Культурных Каких-то ценностей Там почему Я не знаю Кованые великие козырьки Там в металлолом шли Наверное Они точно так же Не думают Ни о чем Если этот дурак Не думает о том Что в принципе Он совершает действия Угрожающие его жизни Или уж по крайней мере Качество его дальнейшей жизни То уж Товарищ Там Я не знаю Председатель Не думает о том Что он Что-то там разрушает Он знает о том Что вот он сдаст Это железо И получит 8 рублей за килограмм Редактор субтитров А.Семкин